Всем привет! С вами Диана Лауши и наша рубрика Си 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 Чи Бе. Многие мои ученики путают, когда используют слово Ши Ци Энн, когда используют слово Ши Хоу, потому что оба слова переводятся как ВРЕМЯ. Ну что, сегодня мы с вами разберемся, когда использовать первое, а когда использовать второе слово. Слово Ши Ци Энн это время как ресурс, просто такое понятие как ВРЕМЯ, существительное. Смотрите, как оно используется. Мы можем ИМЕТЬ или НЕ ИМЕТЬ ВРЕМЯ. Например, Или НЕ ИМЕТЬ ВРЕМЕНИ. Второй примерчик, Выкраивать время. Третье словосочетание, Московское время или Пекинское, Петербургское, как вам удобно. Четвертый примерчик, Как сказать, что время вышло, например, на экзамене. А вот так мы скажем, что мы тратим время впустую. А ШИ ХОУ это более абстрактное понятие, то есть это что-то когда-то происходит. Например, ИНОГДА. Буквально, ИМЕТЬ ВРЕМЯ. То есть бывают времена. Иногда. НА ШИ ХОУ. В ТО ВРЕМЯ. Буквально, НА ТО ШИ ХОУ ВРЕМЯ. НА ШИ ХОУ. И последний примерчик. ШЕММО ШИ ХОУ. Буквально, КАКОЕ ВРЕМЯ. То есть, КОГДА. А вот интересный случай невопросительного слова КОГДА. ДЕ ШИ ХОУ. Эта фраза прикрепляется после какого-то события или действия, которое с вами произошло. Например, Вы обратили внимание, что слово КОГДА я поместила уже после события, а не как в русском языке. На сегодня это все. Надеюсь, этот выпуск вам понравился и был для вас полезным. И, ребят, если у вас есть какие-то сложные и непонятные моменты в китайском языке, обязательно оставляйте свои вопросы, и мы подготовим видео на эту тему. Не забудьте поставить лайки, подписаться на наш канал. Пока!